Друзья, привет! Судя по вашим комментариям, вам очень понравились интерьеры и вы, как и мы, черпаете из них идеи вдохновления, чтобы была картинка из того, что вы хотите приобрести в Икеа. Сегодня мы вам покажем все интерьеры, которые есть в Нижнем Новгороде. Почему именно в этом интерьере начинаем снимать? Вот я считаю, что это один из самых живых обычных интерьеров, какой может быть зальная комната, то есть гостиная, как удобно называйте. Только бывает, что чуть поближе вот это расстояние, то есть обычный диван, детские игрушки, шкаф. По мне, это практически наш зал, в котором мы ежедневно находимся. Давайте показывать, что есть. Здрасте, подписчики и гости канала Прэйки. Наконец мне дали слово сказать, а тут тараторит, как автомат. Ну все, можно. Благодарю, теперь мне разрешили. Так, друзья, ну мы уже этот интерьер снимали не в плане интерьера, а в плане дивана. Значит, любимый именно диван Аскеста. Обзор по нему можно посмотреть в обзоре по Ростову. Мы там прям его полноценно раскладываем. Наверху у нас обхусы. Вот в спальне я как бы противник, я вам уже говорила, а в плане зала вполне удобно, то есть можно наверх сложить и книжки, даже какие-то игрушки, которые не ежедневно нужны, чтобы весь этот бардак с пола переместить наверх. Очень удобные новые полки «Свенскульт». Вот таким уголком. И воздушно смотрится, и не мешает. Что мне понравилось, помните, мы показания обсуждали, да, что полка вот здесь вот будешь биться, а вот если вот так ее в уголок, вот она вам, полочка, на которую можно положить очки, пульт от телевизора, какие-то мелкие, возможно, детские игрушки, книжку, то есть именно вот в уголок, который никогда не задействован будет. Здесь у нас на стене немоны. А, ну да, включено. Браз с поворотным штативом стоит на две тысячи. Крутите-вертите куда хотите. Довольно-таки яркий, вполне под ним можно читать, вязать, шить, какую-то мелочугу делать. Так, здесь у нас, кстати, когда дома детки, оптимальный стол «Тингби», во-первых, на колесах, во-вторых, закругленные края, дети не побьются. Отлично сюда встают контейнеры «Трофаст», это под какие-то мелкие детские игрушки. Здесь у нас стенка «Беста» с фасадами глянцевыми силами «Викинг». Сейчас она по «Фэмли». Небольшая, но скидка. Ну, почему небольшая? Три тысячи на дороге тоже не валяется. И дополнительный акцент сделан в виде навесных модулей «Экет» в качестве пятнышка. Метр двадцать, сороковая. И смотрите, Дима, иди сюда, давай покажем. Опять же, да, когда вы «Беста» делаете вот в один ярус, она такая нагроможденная. А здесь переход с размера на размер, и она уже более воздушно смотрится, занимает меньше места, при этом стена вся занята. Стоит пакс двухметровый. Друзья, по поводу паксов. Хочу поделиться инфой. Для каркасов тридцать пятых, узких, поменьше, ширина пятьдесят и семьдесят пять. Пропали вот эти выдвижные штанги. То есть гардероб вы сейчас собрать не можете. Если вы планируете в ближайшее время покупать такой шкаф, и в вашем городе вы видите, даже, допустим, вы запланировали в ближайшие там полгода, именно тридцать пять. Но ты обозначь время наши съемки, а вдруг будет смотреть через год. Да, кстати, мы снимаем начало декабря 2019 года, и если вы в ближайшее время планируете, даже в ближайшие полгода планируете покупать гардероб пакс глубиной тридцать пять, шириной пятьдесят, либо семьдесят пять, каркасы вам нужны, и в городе, в котором вы покупаете IKEA, есть они еще, ребят, бегите. Потому что в нижнем не осталось совсем, мы забрали сегодня последние с выставки для клиента. Их не будет до июля двадцатого года. То есть, если сейчас не позаботитесь, покупка вашего шкафа отложится почти на полгода. Ну, конечно, вот такие выступы в квартирах редко, да, здесь чаще всего двери и уже коридор. Зеркало Неседаль, про него говорила уже миллион раз, очень его люблю, у нас висит такое дома коричневое. Неседаль, поворотно-откидное, можете прятать побрикульки, кстати, как вариант. У нас оно просто вот так намертво, надо кого-то с камерой заморочить, чтобы сделать вот так, но я боюсь, что младший ребенок будет постоянно отгибать туда-сюда и зеркало в итоге не выживет. Поэтому и уйдет. Намертво. Намертво, да. Так, пойдем, покажем. Ну, в принципе, стандартный, давай покажу. Шикарный вариант, то есть куча мужских верхних вещей. Сюда брюки, джинсы, выдвижулька. Сюда складываем мужу трусики-носочки. Ну, муж сам в состоянии свои вещи сложить. И верхняя полка, всегда ее рекомендую при высоте 2,36. Те вещи, которые вы не используете на постоянку, убираем сюда. Вторая половина, судя по всему, будет женская. Плечики, корзины, сюда можно, кстати, сложить обувь. И здесь уже разделение по сезонности, там, сумки, может быть, какие-то свитера и так далее. Ну, как шкаф, например, собран, скорее всего, это не единственное место для хранения, хотя, в принципе, рядом стоит комод. В комод подразумевается складывание всего того, что хранится в горизонтальном виде, в неповешенном виде, не на плечиках. Так, у этой квартиры прилагается еще небольшой аппендикс в виде прихожей. Пожалуйста. Легко, воздушно, много места не занимает. Чусики. Верхушка сейчас по акции 1300. Низ тоже по акции 1700. Мне она очень нравится, хорошо эксплуатируется. Металлические части не ржавеют, не прогибаются. Но коврик я рекомендую, особенно в осенне-зимний сезон. Вот такой коврик. Он хорошо моется, он не трескается. И, кстати, как лайфхак уже говорила, повторюсь, у кого дома щенок, только вы, допустим, завели собаку, приучаете ее, там, пока на пеленку и потом к выгулу. Не покупайте профессиональные лотки, не стоит бешеных денег. Мы так сталкивались. Мы в итоге взяли потом такой лоток, сюда пестилили пеленку, все, и замечательно, короче, ходили сюда писать. Потому что, когда животина маленькая, она ходит постоянно. Так, здесь же у нас пакс. Метр пятьдесят, шестьдесят глубина на два тридцать шесть. Он, в принципе, заменяет хранение верхних вещей в квартире. Полки для обуви, но для чистой обуви, соответственно, да. Вместо зеркала зеркальная дверь. И вот, пожалуйста, вам как может выглядеть мини-кладовка. Пойдем показывать. Не надо никаких дополнительных модулей. Гладильная доска отлично вмещается в шкаф. Серия для ванны Tiskit на липучках. Здесь, конечно, кривовато, но как вариант, чтобы все складываете сюда и вам ничего не мешает. Пойдем дальше. Друзья, продолжаем дальше интерьер. Это же квартира. Ну, подразумеваю, дизайнера, наверное, все-таки такую студию с большой комнатой, переходящей в кухню. Я знаю, как вы любите кухню, поэтому мы не можем вам в этом отказать и все покажем. Из столешницы сделана барная стойка. Ее же можно назвать небольшим кухонным островом. Сейчас найдем все знаки отличия, что за столешка. Так, сейчас будем разбираться, что здесь у нас состыковано с чем. Так, смотрите, значит, здесь стоит полноценный каркас 60-й, а с обратной стороны, чтобы выглядело все лакомично в одном стиле, на него просто наклеены фасады. То есть это ничего не отодвигается. Здесь у нас два ящика. Не обязательно здесь организовывать кухонное хранение. Идем дальше. Кухня практически без верха. Верх только на одной стороне. Здесь у нас сортировка мусора плюс хозбут нужды. Показал? Здесь, судя по всему, посудомойка прячется. Да. Скинанды за 33 тысячи серого цвета. Кстати, вот вам идея, да, чтобы кухня смотрелась лаконично. Закрываем все в один стиль. Где-то фальшь, где-то доращиваем, и будет красиво. Здесь у нас спрятан большой полноценный угол со всей кухонной утвари. Я уже убедилась, что не надо 150 тысяч кастрюль. Достаточно две икеевские кастрюльки, две сковороды. И за глаза. Сочетание получается рингульт. Подожди, нет, в акстор, по-моему, фасады. Ценник рингульт глянется белым. Вообще, это в акстор. Ладно. Ребята, нижний, поменяйте ценник. А, был вопрос. Каруселька, Дим, давай покажем. Каруселька, ребят, несинхронно движется. То есть, она, каждая полочка движется отдельно. Нет такого, что вы одну часть крутите, и вторая за ней ходит. Нет, они каждый живут своей жизнью. Плюс есть регулировка по высоте, то есть, вы можете чуть-чуть их отрегулировать по вашей потребности. Ну, плюс подписчики верные замечания дали, что не любят нагрузку. Не любят? То есть, немного. Не пинать с горочкой посуду. Понятно. Вот поэтому я и говорю, пару кастрюлик, пару сковородок, пару мисок. Не то, что, чтобы дверь еле-еле закрывалась. Так. А, кстати, вот он, разделитель Максимера пластиковый. Видно? Угу. Чтобы не всю кучу стояло, здесь держатели варьера для тарелок. Где они? Ценник я просто на память не помню. И сложена вся посуда. Но это большой ящик. Еще один большой ящик. Тоже разделителем Максимера. Пожалуйста, доска, крышки, чтобы специальный держатель отдельно не покупать. Здесь всевозможные контейнеры, пакетики, сумочки. Все как надо. Угу. Давайте заглянем вверх. Ну, здесь метровые каркасы, высокие. Здесь у нас прячется вытяжка. Вот, пожалуйста, нагружай. Такой вот, не сильно ходовой посудой. Слушай, я не пойму, с чего вот это сделано. Отдельно пока я в продажу вот этого не видел. Что-то появилось новое, обклеили? Это заглушка для петлей. Вот это? Она, скорее всего, в комплекте идет с ним, да? Нет, это, скорее всего, отдельно продается. Она пластиковая. Я не видела ее отдельно в продаже. Надо выяснить. Выясним, сообщим на ближайшем сфере. О, и для нас сюрприз есть. Ну да. А давай я покажем заодно? Такой вот пластик. Не, ну я первый раз вижу, что у нас с двух сторон петли. Ага, я понял. Смотри. Это как бы переворачивается наверх. Угу. И петли нужно будет с этой стороны так, да? Ну да, петли-то фактически. Икея же говорит, что дверцу может с любой стороны повесить. Раз дверца с любой стороны, значит, выпил тоже. Ну подожди, давай потонешь. Покажи. Ну а тут, да, с двух сторон. Все. Значит, идет в комплекте. Да. Потому что отдельно в продаже этого нет. Кухонька такая обходится в 121 тысячу. Ботовая техника. Мойка-сифон смеситель подсветков. В комплектацию не входят. Холодос. Ну это же прям полноценность. Кстати, не маленькая кухня за эти деньги, да? Ну да. На семью под за глаза. Кто любит минимализм того? Кто любит минимализм? Ну я просто вот примеряюсь для себя. Мне бы, например, ее вот. Вот по мне такая как бы. Никаких деревяшек. Мне нравится. Два цвета, два квадрата. Вполне. Ну причем наша кухня, столько у нас просто не уместится. Почему не уместится? Не уместится. А если мы соединим зал с кухней? А, ну давай мы сейчас в полемику не будем вступать. Подписчикам это неинтересно. Я понял. Так. Столб юрста раздвижной. Разная стилистика стульчиков. И тобиат. И дополнительно стоят низы стульчики. Еще и детские. В общем, такая вот сборная солянка. Так, едем дальше. Детская, 19 квадратных метров. Ну, большая такая детская. Судя по количеству спальных мест, детей трое. Мелкий, средний и большой. А, кстати, примерно мы смотрели в Казани, да, тоже разделение с тканью. Хотя я бы вот, например, по кругу сделала. Но большая комната позволяет оградить мелких от крупных. Кстати, как вариант, у кого, допустим, трое детей есть большая комната, вполне здесь все, что нужно детям для жизни. Два спальных места. Дети рядом друг с другом. Мелкие не особо любят спать, как бы, да, сильно далеко друг от друга. Растущий стол-поль. Рядом стоит маленький стол для маленького ребенка. Стува полностью закрывает потребность двух детей среднего возраста. То есть здесь и одежка. Ну, конечно, это минималистично для ребенка. Например, для садикового ребенка этого просто не хватит. Ну, в зависимости от того, да, у кого сколько вещей. Хотя, вот, если подразумевают дизайнеры вторую часть только под верхние вешалки, это все разложить, ну, можно уместить. Наверх поставили, не заморачиваясь, контейнеры TrueFast. Не шибко красиво, но функционально. Здесь у нас в середине стоит TrueFast. Его же можно использовать и вместо лавочки посидеть. Только не хватает чего-то мягкого. И дополнительно стула уже для каких-то рабочих рисовальных дел. Ёлка. Новый год. Так, а здесь у нас получается уже, да, как бы отделение для ребенка постарше. Письменный стол Мики. Кровать-чердак с VRTL. Смарт-трасса Malfors. В принципе, Malfors вполне покрывает потребность на эту кровать. Выше нет необходимости. Здесь еще вставлен коллакс. Вполне удачно. Достаточно места и для учебы, и для хранения. Даже котейку примастырили. И полноценный уже гардероб стулы для более взрослого человека. Ну, если ребенок, например, лет 10, то вот этот модуль уже не нужен, потому что вещи просто тупо не уместятся. Можно частью уже разложить вот сюда. Такая вот детская. Ну, мне больше понравились панельки на стене. Да, кстати, вот наверху, если опять же потолок позволяет, сходись наверх, чтобы можно было и почитать, и чем-то, да, своими делами заняться. Опять же, сбежать от братиков-сестричек помладше. Ну, тут полочка, телефон положить, книжечку. Чтоб что-то сто раз не залазить, не сломать. Да, все на месте. Что-то все на месте. Только стола не хватает. Идем в следующий. Такая вот темная гостиная. Прям темная-темная, да, Дим? Наверное, будет плохая какая-то картинка. Не знаю. Я тоже. Ну, думаю, ничего хорошего не получится. Будешь снимать или не будем? Снимаю. Окей. Дима говорит, картинка будет плохая, но будем надеяться, что что-то у нас получится. Здесь вообще, в принципе, как бы уже квартира подразумевается. Пойдем. Я здесь потайные ходы нашла. Ну, цвета, правда, мало. Ванна. Смотрите, как интересно. Маленькая раковина. Здесь же стиральная машинка. Здесь же Годмаргон выдвижной модуль. И для грязного белья, и для косметики, и для всего. Серия Ваксан. Полочки. Штанги для полотенец. Ну, очередь. Вообще нигде не будет. Ну, нормально, нормально. И еще душевая кабинка. Полочки Ваксан вот так могут стоять в душевой. Прям пещера Дракула. Так, здесь у нас нашествие просто гардеробов. Гардероб на гардеробе гардеробом погоняется. Ну, это, получается, вход, прихожая. Да, меняемся. Меняемся. Кто там? Кто там? Чусик черный. Чусик черный наверху. Новая панель для записи. Не помню название. Появилась не особо давно. Как себя покажет в эксплуатации, не скажу пока. Главное, чтобы не рассыхалась вот эта пробка. Потому что вот поверху проводишь, мелкие остатки летят. Здесь у нас флисбергет гардероб. Причем, то есть, этот гардероб, скорее всего, как хознужды такие. Да, и сортировка мусора здесь. Бумага, пластик. Ну, не знаю, насколько это уместно в шкафу. Ну, имеет место быть. И при входе, при том, да? И при входе, да. Еще тут переиграли немножко. Ну, я дизайнер, я так вижу. Во второй. Второе отделение, пожалуйста. Здесь, опять же, хранение не сезонки. Все, что можно на вешалке. Вниз дополнительно. То есть, кто-то сюда ставит полочки. А можно, в принципе, использовать вот, да, под не сильно крупные вещи. Кстати, идея интересная. Здесь наверху стандартный ящик. И три корзинки. Ящик можно заменить на корзинке, уменьшив этим стоимость. Зеркало отсутствует. Вместо него две зеркальных двери, в принципе, достаточно, чтобы на себя полюбоваться. И еще один. Еще одно отделение. Уже получается, да, для какой-то более такой крупной одежды. Ну, вот такой вот двухметровый товарищ, раз, два, три, четыре, выходит в 38 тысяч. Дальше кухня. Метод кунцбака. Антрацит, длина 2,30. Здесь у нас СВЧ. На ДСВЧ просто свободное пространство. Колпак вытяжной. Хранение. Посуда. И куча стекла. Настенные фанели, кстати, спрашивали, как они крепятся. Давайте сразу, здесь вроде бы свет позволяет, дадим? Вот сюда, в уголок. Смотрите, то есть сначала собирается вот этот каркас. Фиксируется. Он, по-моему, на клее фиксируется или на шурупиках. Не помню. Вот я тоже, что-то их не так часто друзья заказывают, поэтому немножко можем иногда подзабыть. И вставляются потом, как в рельсы, вот эти панельки. Панельки новые заказывали за все время пару раз. Поэтому и нареканий нет, но и плюсов сказать не могу, озвучить. В стиле индустриал. Элиндастрил, как правильно. Кран. Здесь у нас бюджетная сортировка. Тоже, кстати, как вариант можно использовать. Напитывайтесь, друзья, мои идеи, напитывайтесь. Посудомойка. Духовки здесь, получается, нет. Но вот, судя, да, даже по кухне, в семье, например, из четырех человек здесь уже будет мало места для... Хотя по хранению можно, в принципе, можно заменить плиту варочную на побольше. Единственное, что духовки не хватает. Хотя, например, сейчас мы живем без духовки, пользуемся мультиваркой. И большой ящик. Ну, как бы раскладки какой-то дополнительной нет. Освежает очень хорошо вот эти золотые элементы, потому что без них ну совсем будет ручающе все такое прям черное-черное. По мне слишком темное. И здесь маленький холодильничек спрятан. Эти маленькие холодильнички у Икеи интересные. Здесь, ну, что ценник. Не любят клиенты ценника у икейских холодильничков. Стол. Икедалин. Нет, не икедалин. Или икедалин. Икедалин. Одегер. Два новых стульчика. Ну, средний по тяжести. Форма удобная. Уже присаживалась к какому-то из обзоров вам показывала. Вполне комфортный стул. Не холодный, потому что пластик бывает холодный. Комод Мальм. Над ним зеркало. Лангисунд. Беста в том же стиле, что и кухня. Ну, здесь вообще ничего не прячется. Никого не спрятали. Коробочки, хранение. Подставки для кументы. Данный модуль сейчас стоит 28 тысяч. 28 400. Сюда включено все, ну, кроме телевизора. Дим, пойдем поближе покажем. Вот такой вот под ретро у Икеи появились пару месяцев назад динамики. То есть колонка. Блюпу. Блюпу. Интересно смотрится. Но она больше на стиль все-таки рассчитана, да? Дорого. Дорого. Сказал Дима. Ну и все аналоги получше. Ландскруна. Диван-кровать. В принципе, и одному, и двоим. Ну, вот такая, как бы, да, такая вот студия, такая небольшая квартира. Ну, больше для одного. Здесь двоим уже даже места нет, да? Потому что если вот так вот разбирать реальную жизнь, то здесь стола элементарно. Какого-то, да, рабочего не хватает. Ну, подожди, вот там вторая комната будет. Нет? Думаешь? А вот прихожка. Нет, там своя прихожка. Это разные интерьеры. Угу. Так, ну, здесь использована вся линейка. Ландскруна. Еще и кресло, и пуф. Здесь подразумеваются, скорее всего, окна. Желтые санелла. Фикус. Надеюсь, что у нас этот обзор получился, потому что очень темно по свету, чтобы все это дело передать. И плюс подписчики просили читать квадратуру и замысел дизайнера. Больше ничего. Квадратуры нет. Замысла дизайнера тоже нет. Не везде, ребят. Друзья, мы примерно так в комнате студента в общежитии, либо в маленькой однокомнатной квартире студии. 18 квадратов. Краска, но не указана марка, где куплена. Ламинат. Фанера, покрытая белой пропиткой в один слой. То есть не указано. Единственное, что вот. Ну, краска, да. Вот эти цифры мне ни о чем. Это код. Это код. Показывается колировщику, и он будет заниматься. Ну, окей, значит, так и есть. Так, здесь у нас диван-бейдинги. А нет, здесь не диван-бейдинги. Sorry, здесь самая бюджетная кровать прячется у нас. Кровать нейдом. Из определенных нюансов хочу отметить. Дим, иди сюда. Шторы у нас сшиты из ткани. И на шторах карманы из ткани диты. Удобно, не надо никакой прикроватный столик. Все разложили по карманам. Из стеллажей Calax сделана зона под ТВ и все хранение. Даже место для котика. Удобное кресло Nalmiro. Когда ездили, и младшая была грудничком с нами, это кресло стояло в зоне для кормления грудных детей. В уголке для кормления. Вполне удобное кресло. Лично протестино. Ну, растягивается. Да, со временем сеточка потихоньку растягивается. Поэтому для сильно тяжелых членов семьи лучше не покупать. Дальше из интересностей. Из специальной свете пишем. Тут Амария у нас немножко незакрепленная. Папа, прошу. Так, Ивар. Один, два, три, четыре. Получается стойкий Ивар, соединенный между собой мебельными петлями. Попробуй сложить. Будет это для тяжело. А ты имеешь в виду для офиса, если? Ну, да. Чтобы сразу было понятно, нужна ли вам эта штучка или нет. Мне кажется, нужна. Да. Ну, вынести я ее смогу. Места занимать, на самом деле, немного в сложенном виде. Обтянуть ее тканью. Причем нам можно... Я бы до колесики поставил, конечно. Да, вот колесиков не хватает. Я теперь обратно ее распустить не могу. Смотрите, зато сразу сколько пространства, да? Мини-гардеробная. Вешалка Рига, шкаф Брим нас. И еще пойдем покажем. Чтобы не вешать на стену. Вот она фанера, пропитанная одним слоем. И на нее накручены самые бюджетные ручки. А нет, это крючок. Бэнкс Була. Белый-черный. И зеркало Лоц. Кстати, кто решил обновить зеркала Лоц, или у вас там что-то попадало, есть старые, решили добавить новых, не пугайтесь, они немножко усохли. В два раза примерно. Размер тот же, толщина другая. Еще смотрите, красота. Очень-очень бюджетная бажур из рисовой бумаги. По-моему, стоит 130 рублей. Краска. И он уже в стиле. Кстати, без перегородки сколько пространства, да? Угу. Не дает тебе покоя, да? Ну, я хочу на место. Ну, если бы не ковер, оно бы легче пошло. Ну, хотя бы вот так. Так, ну, здесь непонятно, к какому-то из интерьеров относятся. Хемнес. Чусик просто поставили, какая может быть прихожая. Спасибо. Спасибо.